День Победы Попробуют искать середину, рассказывая лишь о крайности. Ни парадов, ни салютов, только беспорядки одни. На Украине в День Победы омрачули сразу несколько инцидентов. Били, съели, прямо в форме распяли. Это то, что слышали зрители на протяжении целого дня. С ветеранов люди срывают не только георгиевские ленты, но пытаются даже сорвать их боевые награды. И в этом потоке ненависти тысячи людей с цветами в разных уголках Украины просто растворились. Глядя на все это, создавалось стойкое впечатление, что для России важна не сама память погибших в той страшной войне. Важна форма, в которой она проявляется. Мол, если приходишь помянуть без георгиевской ленты, портрета Сталина и не визжишь, при этом деды воевали, то это вообще не считается. Сжигали георгиевские ленточки, у ветеранов отнимали красные флаги и даже оскорбляли фронтовиков. Впрочем, в таком подходе к делу не было ничего нового, потому что в Кремле народ давно научили, что без ненависти даже праздника не построили. Ведь согласитесь, что очень сложно назвать здоровым общество, где оголтелая толпа орет фразу «можем повторить» после более чем 30 миллионов погибших только в этой стране. «Еды смогли, и мы сможем». Разрушенные города, убитые дети, умирающие в блокадном Ленинграде люди, тысячи убитых только за день. Вот это все повторить? Мы правильно все поняли? Ведь если почитать воспоминания не ряженых ветеранов, а реальных, выживших в той мясорубке, они не то чтобы повторить, они даже говорить о войне не любили. «Я не люблю вспоминать то время», извиняется Анатолий Михайлович. «Очень волнуюсь всегда. Воспоминания нахлынут, а воспоминания эти тяжелые. Что говорить, убивали людей. Только что жив солдат, а через минуту лежит убитый». И вот это мерзкое «можем повторить» на земле омытой кровью можно назвать символом победы. Только не той вечной победы над нацизмом в 45-м, а окончательной победы кремлевской пропаганды над умами большинства россиян. Здесь на Красной площади вы видите настоящую армию победителей. Тех, кто ценой собственной жизни оплатил будущее поколению. А праздники со слезами на глазах прямо сейчас в «Антизомби». Чем хуже становится жизнь, тем пафосней парад. Примерно такие мысли возникали, глядя на картинку из оккупированных Донецка, Луганска или Москвы. «Здравствуйте, товарищи!» «Здрасте, товарищ Герурман!» «Поздравляю вас с победой в Великой Отечественной войне!» Нет, день победы праздновали и раньше. Праздновали семьями, поздравляли ветеранов, поминали погибших. Но в том-то и дело, что между днём победы, скажем, десятилетней давности и нынешним «бенефисом абсурда», как говорят в Одессе, это две большие разницы. 61 год назад отгремели последние залпы Отечественной войны. Войны, которая оставила после себя сотни тысяч разрушенных городов, миллионы искалеченных судеб. И это вовсе не из желания кого-то обидеть. Просто посудите сами. Когда из года в год не меняется ни форма, ни содержание праздника, это традиция. Но когда миллионы людей вдруг начинают делать то, чего никогда не делали раньше, это уже пропаганда. В этом году в Крыму парад в честь победы пройдет сразу в трех городах. Помимо этого запланировано еще множество праздничных мероприятий. Сотни тысяч крымчан примут участие в акции «Бессмертный кол». И вот уже крымская няша без тени сомнения тянет на парад 9 мая икону с царем Николаем. Народ одобрительно кивает. Не, ну а че? Тоже подходящий дед русский мир строил. Герои живут, пока о них помнят. Об этом с уверенностью заявит. Каждый участник этой большой акции. В руках они несут таблички с фотографиями своих ближайших родственников. И от этой каши в голове хочется смеяться и плакать одновременно. Но не было для коммунистов в целом и Красной Армии в частности большего врага, чем недобитые беляки сторонники царской России. Тем более, что верные империи казачьи атаманы и многочисленные эмигранты воевали как раз на стороне фашистской Германии. Вот эта вот странная, вот эта ватная парадигма, где Николаша хороший, и Сталин хороший, и в общем, человек, который Николая расстрелял, его тоже можно понять. А с другой стороны, и Николай был святой, и Иван Грозный тоже хороший. И оказывается, что Христос был первым коммунистом. Ну, как это может поместиться в одной голове? Ну, это пример так же, как за царя-батюшку, за Сталина, за Советский Союз, вперед православные. Нет никаких сомнений в том, что настоящие ветераны, году этак в 50-м, за вот такое расстреляли бы няшу на месте. А в лучшем случае, дама в кителе поехала бы набираться ума-разуму на рудники под Магадан. Нельзя забывать ничего. Эта война была страшной. Но теперь расстрелянный красноармейцами царь-батюшка идет в одной колонне со своими убийцами. В гробах от такого маразма победобесия переворачиваются и белые, и красные. И вот уже Сталин, по приказам которого были разрушены тысячи церквей для адептов русского мира, где бы они ни находились, вдруг сам превращается в святого. По Луганску в день победы над фашизмом недалекие умом казачки несут красновские знамена. Кто не понял, это знамена атамана, воевавшего как раз за Гитлера. Я прошу передать всем казахам, что эта война не против России, но против коммунистов, жидов и их приспешников, торгующих русской кровью. Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру. Пусть совершат они то, что сделали для Пруссии русские император Александр I в 1813 году. И все это на фоне миллионов георгиевских ленточек. Логика примерно такая. Чем больше нацепил, тем больше патриот. Миллионы человек по всему миру снова готовы прикрепить к своей одежде черно-оранжевый символ славы. Наши волонтеры продолжают упрощать ленточками. То есть мы хотим сделать такую ауру из георгиевских лент. Все хотят пройти символом, не просто символом победы георгиевской лентой, а символом нашей победы. А ведь в свое время, когда еще не деды, а прадеды воевали, георгиевскую ленту нельзя было купить в гипермаркете за 30 рублей. Приобщиться к празднику можно в 23 точках по городу, в некоторых даже круглосуточно. Приближение этого праздника не спутаешь ни с чем другим. Если на улицах начинают торговать символами победы, значит скоро 9 мая. Маленькие детские гимнастерки, георгиевские ленточки за 39,95. На нее крепились царские награды, за которые люди проливали кровь. Другими словами, награду нужно было заслужить. То есть по определению георгиевскую ленту нельзя просто так взять и на пять. Георгиевская лента не имеет никакого отношения к наградам Советского Союза и солдатам рабочей крестьянской Красной Армии, так как она крепилась к ордену Святого Георгия, которым официально награждали в Российской империи. Но расскажите об этом вот этим вот товарищам, которые глотку рвут от любви к дедам и тут же плюют на могилы своих предков. Они и в страшном сне не могли представить, что когда-то их награды и знаки отличия любой желающий сможет купить в переходе к метро. Если бы фронтовик из 1945 года сегодня его взять и поставить его перед россиянами, он бы, наверное, разрядил в них весь свой автомат, потому что он бы думал, что это фашисты. Ну, потому что кто носит георгиевскую ленточку, тот фашист, собственно, для него был тот момент. Как я говорю, россияне свои собственные истории не знают, поэтому они с такой легкостью это приняли. Врете вы все хохлы! Георгиевская лента – это символ борьбы над фашизмом, скажет вам на очевидные исторические факты любой адепт секты Путин в виде. Победу означает, конечно же, что в Великой Отечественной войне Россия. Георгиевская лента, она как и бессмертный полк – это две руки, которые Россия подарила миру, которые притягивают людей, которые хорошо знают историю, которые связывают историческую судьбу с Россией. Их не смущает, что царский орден святого Георгия был запрещен в Советском Союзе. Их не смущают георгиевские ленты на наградах власовцев. И никто точно не читал, чем отличается георгиевская лента от гвардейской. Георгиевским крестом в годы Великой Отечественной никого не награждали, и никакого отношения к разгрому гитлеровской Германии эта награда не имеет. Она имеет отношение только к воинам Российской империи. В наградной системе СССР существовала орденская лента, называемая гвардейская лента. Гвардейская лента использовалась при оформлении колодки Ордена Славы и медали за победу над Германией. Толпа, тупо смотрящая федеральные каналы, свято уверена, что в День Победы георгиевские ленты они носили всегда. А теперь просто и наглядно. Как меняется история в отдельно взятой стране на примере одной трибуны. 1995 год. 50-летие Победы. Праздничная трибуна ни одной георгиевской ленты. А это уже 99-й год. Ведущие, политики, сами ветераны. Все без георгиевских лент. Совпадение? Ну, в общем, вы поняли. Врете? Фотошоп? Или Ельцин просто не патриот был? Вот Путин, он точно ленточки власовские, извините, георгиевские носил. Путин, говорите? Отлично, посмотрим Путина. Парад Победы 2000 года. Кто-нибудь видит хоть одну георгиевскую ленту? Можете даже не всматриваться, их там нет. 2001, 2002, 2003, та же история. Никто не носил георгиевские ленты, пока в дело не включилась пропаганда. Великая Отечественная навсегда останется выдающимся, священным подвигом нашего народа. Призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости. И вот уже на той же трибуне все обвешаны георгиевскими ленточками с ног до головы. Как и миллионы зомби, которым так вынесли мозг, что они уже сами верят, что носили их всегда. Этот простой, как двери, пример показывает, что может сделать пропаганда с целой страной за короткий промежуток времени. Особенно со страной, где большинству куда проще написать «Обама чмо», чем выучить свою же историю. Но почему именно сейчас День Победы превратили в такую позорную показуху? На самом деле все просто. Когда нет хлеба, нужно брать зрелище. А утром по главной площади страны прошел парад. Около 10 тысяч военных, почти полторы сотни единиц боевой техники и семь десятков самолетов и вертолетов. Ветераны аплодируют, они провожают парад аплодисментами. Необыкновенная атмосфера, очень живо. Падение экономики и доходов россиян признают даже федеральные каналы. А в Донецке старики получают пенсии по курсу 1 к 2 при почти московских ценах. Плотницкий говорил, что 1 к 3 будет, а выдают 1 к 2. Цены баснословные, каждый день цены растут, растут и растут. Это уже кошмар какой-то. Вот здесь-то и появляется волшебное «деды воевали» как основа экономики русского мира. Если все будет идти, как оно идет, то, в общем-то, дискуссию в стране под названием РФ можно будет свести к двум... Мы встречаемся, я им говорю, а вам очмо. А вы мне говорите, деды воевали. Деды воевали – это не только 9-майская фраза. Это, в общем, фраза на все времена. При этом сами деды в этом спектакле играют роль Золушки, которая раз в году, да и то не всегда, попадает на бал, после чего на остальные 364 дня ее жизнь превращается в гнилую тыкву. Ему 84 года, ветеран войны и труженик тыла просит милостыню на постройку нового дома. Я просила, мне хоть побелите, покрасьте, побелите. Больше мне не надо. Тогда, говорит, обещали помогать до старости. Сейчас ветеран вынужден бороться за свои права. И как же вот эта нищета и разруха не соответствуют вот этому раздутому пузырю? А сейчас то, что нужно увидеть каждому. Это могилы советских воинов в Эстонии, Литве и Нидерландах. Вот так проклятые гей-ерапейцы чтят память погибших советских воинов. Идеальный порядок, чистота, постриженные газоны. А это могилы красноармейцев в стране, где громче всех в мире кричат «Деды воевали». Сколько таких могил, брошенных, забытых, поросших кустами? Тысячи? Сотни тысяч? Но населению самой духовной страны куда проще продать миллион табличек и раз в год торговать лицом, чем просто пойти и покрасить могилу своего деда. Бессмертный полк, говорите? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова